Вам предложат в аренду идеальную квартиру в центре Киева. Обещают квартиры за 4 500, однокомнатная, с хорошим ремонтом, в неплохих районах Киева. Выманят нехилую сумму. 7, 8. И исчезнут. Как не нарваться на квартирных аферистов и получится ли у меня поймать на горячем риэлторов-иллюзионистов? Мне обязательно это в камеру показывать. Так, не трубите камеру. Не трубите. Андрею срочно надо было снять квартиру в Киеве. Искал, как и все, по объявлению. Очень много объявлений по небольшой цене квартиры, однокомнатной, мне нужно было найти. И при этом предлагает брокер приехать заключить договор первичный у них. Я так настороженно относился к этому. Но навстречу решил таки съездить. Приезжаю в офис, меня девочки забирают к себе в офис, заводят в полуподвальное помещение. После чего предлагают познакомиться с договором. Договор звучит как оказание информационных услуг. Но все улыбаются, все хорошо. Никаких сомнений не возникло. Еще до просмотра квартиры его попросили отдать 4,5 тысячи гривен для страховки. Отчего бояться, договор же уже заключили. Ну, мне удалось 4 только снять с банкомата. Они не возражали? Не возражали, они сказали 500, остальные дадите Никите на месте. Но в какой-то момент Андрей засомневался и для страховки записал видео. Вот девушка пересчитывает купюры, а в конце говорит сакраментальные слова. Если что, получается, если не, меня не устраивает, я сегодня это удивительно буду брать. Вот только возвращать уже было некому. Вы поехали на квартиру, квартиры нету, не существует? Не существует. Из офиса тоже все загадочно исчезли. Естественно, с деньгами Андрея. Они, в принципе, я так понимаю, в офисе даже не сидят. Они заходят только на тот момент. Они заходят обслужить клиента. Я потом уже увидел, у них офис, блин, краской желтой. Там приходят люди, ругаются, полицию вызывают. Я 11 уже, наверное, в этой ситуации. Значит, в офисе горе-риэлторов поймать нереально. Телефоны и имена каждый раз новые. Объявления – однодневки. Но у меня есть план, как их вычислить. Ловить буду на живца, то есть на себя. Несколько дней я обзванивала все возможные объявления, пока, наконец, не вышла на нужный адресок. Звоню по поводу квартиры на почтовой площади. Меня сразу берут в оборот. Когда вы готовы подъехать, чтобы я сейчас договорилась с агентом? Смотрите, к 12, если вам будет удобно, я успею как раз. Давайте, к 12 часам при себе паспорт обязательно и деньги хотя бы за месяц проживания, чтобы вы смогли ключи забрать. На спецоперацию иду не одна, а якобы со своим парнем. Мне кажется, что вот она идет в бежевом и с черными руками. Риэлтор настолько любезна, что встречает клиентов еще на улице. Мы к вам, да? Хочешь по поводу квартиры? Да, да, да. Значит, да, значит, за вами. Девушка заводит нас во двор в то самое подвальное помещение. Ступеньки и все вокруг залито желтой краской. Значит, мы в нужном офисе. За доверительным разговором она тут же подсовывает бумажки. Договор с нами, я в молодом очке, да? Да, да. Возврат финансовый офис. Возврат – это как раз то, зачем мы пришли. Но карты не раскрываю, наживку же проглотили. Пока молодой человек изучает договор, я клею дурочку. Это всегда моя боль, эти буквы. А стоимость, получается, 4,5 месяца – это уже с коммуналкой, да? Да, да. А, блин, так выгодно вообще, конечно. Я увидела это объявление сразу, ну, надо звонить. Девушка нас принимает та же, что и Андрея. Договор действует в течение одного календарного дня с нами, чтобы вы могли сразу дать ответ, либо вы финансы забираете, либо вы заселяете. Наконец, доходим до дела. Мы рассчитываемся, мы можем рассчитаться на квартире, давайте, да? Нет, здесь остается денежка, потому что мы с ним забираем свой процент. Похоже, настало время чек. Пока мы отвлекаем брокеров, в офис уже идет Андрей. Но попасть внутрь оказалось нереально. Снаружи на двери даже ручки нет. И мы заперты внутри на замок. А кто Никита? Никита, два дня. Там кто-то стучал или как-то? Не знаю. Тем временем Андрей уже вызывает полицию. Риэлтор паникует и идет говорить с кем-то по телефону. Я быстро иду нас вызволять. Хорошо, это типа. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходим сюда. Я мои? Вы же поняли. Нет, нет, мы никуда не выходим. Вы выходите. Это частная собственность. Любизничать девушка больше не намерена. Вот есть молодой человек, которого вы забрали 4 тысячи гривен. Вы просто верните деньги. Часть приходит, пишет заявление, она возвратится, получает вас. Она отчаянно прячет лицо от камеры. Вы не берете трубку, вы исчезаете. Сейчас, собственно, приедет полиция, и мы при ней напишем все заявления, и я думаю, тогда поговорим о возврате денег. Полиция приезжает быстро. Оказывается, они здесь частые гости. Неодноразово приезжали на выклики, но на месте были заказчены не дверь. И вот, благодаря абзацу, патруль впервые проник внутрь и застал мега-риэлторов на горячем. Мы принимали заявление и... Не могли сюда попасть. Ну вот попали. В присутствии полиции наш пострадавший показывает видео. Вы считаете деньги. Вы их забираете. Вы говорите, что вы их вернете. Вы две недели, они отвечают на телефоны. Присаживайтесь, пишите заявление. Оно у девушек явно не впечатляет. А вот когда полицейские открывают загадочную оранжевую папку, начинаются нервы. А чего так будет? Что в папке и сколько светит молодым и предприимчивым, будет решать полиция. На такую рыбку приехал сам замначальник РВД. Сейчас следователь проведет осмотр помещения. Все необходимые документы изымит. И там дальше будет уже принимать процессуальные решения. А помещение, кстати, примечательное. Обычный кабинет, казалось бы, в обычном офисе. Но если присмотреться, то все папки в шкафах пусты. А выглядит это все как декорация к малобюджетному кино. Зато везде картины и еще кое-что. Тут прям молитва на рабочем месте. Замаливают грехи, наверное, свои. Каждый день. Или после каждого клиента. Так даже, наверное, будет правильнее. Спустя час из офиса изымают документы и телефоны. А девушек выводят на воздух. Убери камеру. Деньги Андрею брокеры обещают вернуть в течение трех дней. Но в любом случае им светит уголовное дело по статье «Мошенничество». А это, между прочим, от трех до пяти лет. Пристегивайтесь ремнями безопасности. Ну что, девушек забрали в отделение. Надеюсь, это им не сойдет с рук. А мы это проконтролируем. Продолжение следует...